Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории Иван без цензуры, расскажет рокер Валащук. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Коронавирус, месячишка поддержал меня в своих цетких лапах, но я вырвался. Я живучий. Поэтому сегодня мы решили продолжить наше путешествие по московским рокерским местам. И сейчас подъезжаем к одному из самых знаменитых рокерских мест. ДК имени Горбунова, знаменитая Горбушка. Вот она, красавица, а? Ну вот, она, знаменитая Горбушка сзади меня. Или, если говорить литературным языком, дом культуры имени Горбунова. Был построен в 30-е годы. Вот там вот с той стороны дальше, там целый комплекс различных военных заводов. Такой комплекс имени Хруничева. И там был авиазавод номер 22. И вот это был дом культуры, построенный для этого авиазавода. А директором того завода был Сергей Горбунов. Вот его честь и назвали. ДК имени Горбунова. Чем она знаменита для рокеров? Почему это знаменитое рокерское место? Да потому что в 1986 году, по приказу горкома партии, здесь разрешили тусоваться рокером. И сюда прибыла московская рок-лаборатория и расположилась здесь. И они начали здесь организовывать различные концерты. Сначала русских разных рок-групп, тех, которые тогда были популярны. И даже привозили сюда хорошие западные группы. Из тех, кого я знаю, здесь были Джет Ротал и был Мотор Хед. На разогреве у которого тоже были наши ребята знаменитые электросудорожная терапия. Эст. Я тоже здесь побывал на одном концерте. Это было 15-летие группы Черный обелиск. И приехало много гостей, музыкантов разных. Из тех, кого я помню, выступали Собаки-табака, тот же Эст и Круиз. Это я тоже запомнил. Рок-лаборатория с 1987 года начала проводить там фестивали надежд. Куда приглашались молодые музыканты. Там же их отбирали для включения в участники рок-лаборатории, члены. С 1995 года по 1997 год, с 1995 по 1997 год, там проводили еще и фестиваль «Учитесь плавать». Где собирались команды альтернативного рока, молодые подвальные, и зажигали там. Название фестиваля взяли с радиопередачи, которую вел Александр Эвскляр на «Радио Максимум». Тоже он там вел передачу про молодой западный альтернативный рок. Фестиваль вот этот как раз был посвящен борьбе против наркомании. Мне всегда это напоминает эту знаменитую «Пчелы против меда», когда рокеры борются против наркомании. Что еще интересного здесь было? В 1999 году здесь провели первый фестиваль «Нашествие», который знают все рокеры русские знаменитые. Теперь он проводится у нас в Завидово, на громадной открытой площадке территории. А первый проводился именно здесь. Сейчас здесь институт современного искусства, и все так же проходят различные рок-концерты. Вот, обратите внимание на рекламу. 19 февраля «Агата Кристи». Дальше, 21-22 февраля «Возвращение винила». Наверное, какая-то выставка будет. Ну и, видите, тот, который поставил Михаил Горшенев, «Царство ему небесное», «Королем и шутом». И шоу «The Beatles». Чем еще знаменита «Горбушка»? А тем, что дала название знаменитому рынку пиратской аудио- и видеопродукции. В 1987 году руководство ДК дало разрешение какому-то там сотруднику, я не помню фамилию, чтобы он организовал тут такую продажу аудио- и видеопродукции. А тогда у нас законов не было по борьбе с пиратствами, поэтому тут понеслась торговля. И сюда ехали со всей страны покупать всякую порнуху и всякие аудиозаписи различных групп. Здесь можно было купить все, что угодно. Она стала знаменитой, так и назвали «Горбушка». Именно это дало, наверное, название «Горбушке». Но потом, в 2001 году наше правительство оцивилизовалось и был принят антипиратский закон. И этот рынок здесь закрыли. Но он переехал в другую сторону, туда, ближе к Кутузовскому проспекту, в помещение завода «Рубин». Им предоставили там громадные цеха, и они развернули самый крупный в Европе рынок аудио- и видеопродукции. И потом там начали продавать и радиоаппаратуру, и музыкальную аппаратуру, все подряд. Действительно, и такое название так и закрепилось. Хоть переехали в «Рубин», но так и осталась «Горбушка», которую знала вся страна. И туда съезжали со всей страны покупать все подряд. Там так и продолжали продороговать, конечно, пиратской продукцией. Купить можно было все. Но тебя сначала внимательно рассматривали, кто ты такой. Мир развивается. «Горбушка», как видео имеется, что рынок на «Рубине» тоже закрывается. Буквально ему осталось жить месяц-два. Почему? Да потому что цифровые технологии уничтожили эту торговлю. По сути дела, они ее убили. Сейчас абсолютно все можно приобрести в интернет-торговле. Поэтому и рынок на «Рубине» тоже будет закрываться. Ну, видите, памятник архитектуры. Не просто вам. Это вам не шуточки. Это знаменитая ДК «Горбунова». Архитектор Яков Корнфельд. Вот так. Охраняется государством. Я сам не знал, что здесь проходят концерты. Как-то рекламы мало. Агата Кристи, Тодд и The Beatles Show. Поэтому, может быть, сходим. Агата Кристи стильная команда. Мне нравится их музыка. Неплохая текст. Текст и так, а музыка великолепная. Очень стильные мужики. Особенно те песни их. Ковер вертолета. Емщиком служил на почте. Супер. Отличные вещи. Beatles Show. Мы были на кавер-группе «Бутлик Битлз» в лондонском Вертхолле. Великолепно ребята играли. Супер. Точно все скопировали. Аппаратура та же. Те же гитары. Бас-гитарист на правую руку. Загримированы точно как битлы. Даже вот манера поведения. Тот, который Джона Леннона играл. Гитара вот здесь вверху. Леннон любил гитару вверху. И он так еще приделал. Ну точно как Леннон вел себя. Но больше всего меня удивил конечно бас-гитарист на правую руку. Это же найти надо было. Профессионального музыканта. Пели все полностью. Расклад голосов. И самое главное. Это профессиональные музыканты. Они пели в расклад, в интервал голоса. Ну вживую все делали. Зал прям в восторге был. Звук был воссоздан. Именно тот битловский. Не то что там заглушить зал. А именно битловский звук. Великолепно. А на концерте Бутлик Битлз мы приобрели билеты в ложу. Там такие многоярусные ложи. Зал внизу. Партери многоярусные ложи. И в этих ложах по шесть человек. Их обслуживают официанты. Постоянно заходят. Можно заказать все что угодно. И мы сидели с англичанами. Там была четверка англичан. И мы ложа на шесть человек была. И вот они когда узнали что мы русские. Ну как вам. Мы говорим. Да классно. Ну что там. А они пили шампанское. Ну такие. А приодетые такие. Чуть ли не во фраках. Прикольные. А мы по простому. И они такие. Раз там шампанское. Да я не против. Отказались. Я официантов вызываю. Он водки принес русской. Я англичанам водочки дарил. Я говорю. Вот это по нашему давайте. Что там губы мочить шампанским-то. И поэтому. Там была такая дружеская атмосфера. Мне очень понравилось. Англичане очень гордятся. И любят эту группу свою. Знаменитую Битлз. Мы все тоже ее любим. Все люди которые играют рок музыку. Которые выросли на ней. Битлз не могут не любить. Это великолепная группа. Есть дурачки которые говорят. Ай попсятина. Кай попсятина. Это классика рока. Это папа и мама рок музыки. Лот Зеппелин. Битлз. Лот Зеппелин это хард рок. Битлз. Это рок-н-ролл. Это ритм и блюз. Что там говорить. Кай попсятина. Можно обкакать кого угодно. Но на битло в руку поднимать. Это просто смешно. Может быть и это шоу прикольное. Я думаю может стоит сходить. Посмотрим. Может открыто. Не рановато. Рановато. Видите вход в кассу. Сейчас рановато еще. Видать после обеда откроется. Ну. Ну что понравился вам рассказ то. Или нет. Люди добрые. Любители рок музыки. Я выздоравливаю. Поэтому держитесь. Будем показывать вам разные московские рок места. Продолжать. Пис. Держитесь там. Любители рок музыки. И особенно любители хэви метал, попса, репа, шансона. Волощук выздоравливает. Держитесь. Будете слушать новые песни. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Волощук. Волощук. Волощук.